Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Разворот. Сегодня ее проведу я, Артем Липин, звукорежиссер Евгений Копеин. И сегодня у нас в студии избранный депутат Рижской Думы от объединенного списка для развития за прогрессивный, ну, так скажем, от прогрессивной части этого списка, Мартин Чкосович. Здравствуйте. Добрый день, добрый день. Насколько вообще правильно говорить, что вы от прогрессивных или вы все-таки от вот этого объединенного списка? Как точнее выразиться? Ну, знаете, нет такого одного ответа. Ну, конечно, я являюсь членом партии прогрессивной и руковожу греческую нодалью этой партии, но сейчас я избран как депутат нашего общего списка, потому что обе ответы правильные, да? И так, и так, правильно. Ну, мы еще до того, как прошли выборы, еще когда было объявлено объединение вот на эти выборы прогрессивных и для развития за, спрашивали у многих представителей прогрессивных, все говорили о том, что это было решение сложное, неочевидное. И многие в партии не согласились с этим решением. Сейчас, когда уже по прошествии какого-то времени, когда вы уже работаете вместе, поменялось ли мнение внутри партии? Есть ли те, кто решили, что да, все-таки это было правильное решение, или наоборот, те, кто перешли в обратную сторону, что нужно было отдельно идти? Ну, конечно, вам есть правда, что вы говорите, что это было трудное решение, и я знаю, мы не отказываемся от этих слов и сегодня, но в субботу у нашей партии был прогрессивный, был конгресс, где мы смотрели результаты, анализировали результаты этих выборов. И, конечно, мы прогрессивно смотрим на эти выборы, как на победные выборы, и праздновали их, потому что 11 из прогрессивных, или, корректно сказать, 9 плюс 2, потому что 9 есть прогрессивные члены партии, и 2 активисты, которые были на так называемые наши квоты пришли, 11 депутатов в новую ибережскую думу будет от прогрессивных. И потому, если мы так сегодня уже смотрим на эти результаты, мы можем сказать смело, что наш выбор идти вместе с развитием за был очень основанным, и мы видим, что мы достигли результатов, наверное, лучше, чем если бы мы шли различным списком только прогрессивным, если бы шли отдельно. То есть, вы думаете, не набрали бы 11 мест, если бы прогрессивные сами себе? Ну, конечно, сейчас очень так, это очень спекулятивно так смотреть, но мы видели, что перед выборами был очень большой такой, от народа шло такое желание, чтобы политические силы смели договориться до выборов, не только потом, уже после. И да, потом, наверное, наши лидеры, Антонина Нинашева и все остальные говорили, что это было трудное решение, потом это были трудные разговоры. Да, но сейчас мы видим, что эти трудные работы, был смысл, и да, прогрессивные, мы так и считаем, и говорим смело, что мы победили этих выборов. Ну, мы сейчас уже пойдем конкретно к проработке в Рижской думе, но я тогда просто не могу не задать вопрос, учитывая, что уже в следующем году будут выборы в самоуправлениях по всей Латвии, через два года будут выборы в Сейм, нет ли соблазна и на этих выборах, и на следующих тоже пойти общим списком, или все-таки прогрессивные хотят остаться отдельной партией? Ну, конечно, мы хотим остаться отдельной партией, в нашей партии уже, может, публики так не знают, это очень такая чуть-чуть долгая история, да, мы сначала работали около 7 лет как организация бедра, и потом 4 года назад сделали партию прогрессивную, и у нас есть очень многие цели развития, то есть социал-демократическую идеологию в Латвии, нас называют новыми социал-демократами, новыми зелеными, и на муниципальных выборах мы будем смотреть, в котором городе, с кем может быть и сотрудничать, но на парламентные выборы, на национальные выборы мы видим себя как партии, которая может предложить очень большие перемены, то, что не может предложить партии, которая сегодня руководит Латвию. Вот тогда вот, и очень хорошо, что вы упомянули, что прогрессивно дефинируют тебя как социал-демократы, кто-то там со стороны может назвать еще либеральной партией, отсюда возникает, на мой взгляд, очень логичный вопрос, как планируется совместная работа с консерваторами и с националистами? Это две партии, которые будут в коалиции, насколько мы знаем по договоренностям, как это будет происходить? Ну, это наш такой ребус, который мы начали уже решать в первую неделю после выборов. Мы знаем, что сейчас такая очень дискуссиональная такая ситуация, что выборы закончились, но еще нам нету мандата депутатов, но мы начали переговоры и решили, что у нас и для Риги, и для нашего уменьшления, для нашего избирателя лучше будет вариант, что мы идем в большую коалицию, где будет 39 депутатов представлены. И мы видим, что наш выдвинутый мэр, Мартин Штатис, за кого мы будем, конечно, голосовать, вся наша большая фракция, 18 людей, это лучшее, что может быть для Риги в этой ситуации как мэр, потому что он не делит рижан в правильных и неправильных, он не смотрит, на каком языке люди говорят, на каком он богаче или не богаче, или живет в центре города или в микрорайоне Золотуде, да, и если мы не в этот день, когда будет первый день работы в Новый Рижский Бум, не дали голос за него, тогда, наверное, следующий кандидат, который себе хотел бы представить мэром города, он был тот, что вы сказали, консерватором и даже националистом. Поэтому я вижу, что наша задача уже после выборов, то, что мы на это выборы выиграли, на это надо настаивать и давать такую политику, политику, которую от нас избиратели хотят слышать. Вы сейчас немножко перешли на этот вопрос про голосование за Марта Ильича Стакиса, это понятно, потому что он лидер вашего объединенного списка, и было бы странно, если бы вы голосовали за кого-то другого, речь идет именно, вы сказали, что хотите большую коалицию из 39 депутатов, но коалиция, она бы сложилась из, ну, мы понимаем, что есть объединенный список для развития за прогрессивное, это 18 человек, есть еще 10 человек, если не ошибаюсь, от нового единства, это получат 28 человек, и хватает любой еще одной партии из прошедших, чтобы сделать большинство. А получается, что, во-первых, обе партии приходят, и национал-объединение, и консерваторы, обе партии приходят, которые с вами не очень совпадают, прямо скажем, по политическим взглядам, и для меня просто получается каким-то парадоксом, что прогрессивный и консерватор, это даже в названии смотрится странно, эта работа вместе. Ну, там есть два такие маленькие нюанса, что надо объяснить. Один нюанс – это то, что коалиция вторая, возможно, если сделать тогда, это будет 32 депутатов, и 32 депутата мы можем посмотреть в историю, не такую далекую историю. Только что в Риге была такая коалиция с 32 депутатами, это очень нестабильное, потому что в Риге вообще 60 депутатов есть, 32 кто-то ехал к командировке, кто-то заболел, кто-то надо идти на другую работу, и сразу эта коалиция, возможно, что она рушится, да, это во-первых. Во-вторых, если так мы откровенно посмотреть на людей, которые пришли в Новую Рижскую Думу, то я так риторический вопрос задам, люди, которые очень смотрят за политикой, поймут меня, что я с СССР скажу. Надо еще посмотреть, где эти консерваторы, националисты побольше, или у вашей упомянутой партии National Affinity, или посмотреть, может, там, в других партиях таких людей еще побольше. Да, потому, конечно, есть очень легко сказать, что это конкретная партия с тем, которым нам не надо было идти вместе, но если посмотреть по людьми, за которых проголосал Рижан, и который сейчас в Новую Рижскую Думу будет, тогда можно и понять, почему прогрессивные дела и так, как мы решили сейчас сделать. Тут, скорее, вопрос состоит в том, что, как бы так сформулировать, вам не кажется, что вот это понятие коалиции-оппозиции, которая, по сути, делит Рижскую Думу, или там, в любом случае, любое управление, делит на две половины. И да, сейчас мы знаем, что планируется вот этот совет, который будет вроде руководить диалогом между коалицией-оппозицией, но это все равно коалиция-оппозиция, два противоборствующих лагеря по названию. Если бы у нас, например, условно говоря, сейчас был бы лагерь управляющий «Вы» и «Новое Единство», у нас есть такой откровенно-оппозиционный лагерь, там, скажем, «Согласие Русский Союз» и «Латвии», и потом такое вот что-то между, это консерваторы, национал-объединение и честь служителей, ну, предположим, то, например, социальные вопросы, они лишались бы в одном объединении, экономически-хозяйственные в другом, и это позволит, какое-то равновесие получилось бы. А сейчас получается, что придется идти на компромиссы в каких-то социальных вопросах, потому что основные-то противоречия у вас, я так понимаю, посмотрел по программе, именно в социальных вопросах с консерваторами, с националистами. Понятно, что в экономической и хозяйственной сфере у вас больше схожие позиции, но когда будет вопрос, я не знаю, о прайде, который пройдет в следующем году в Риге, или о каких-то других вот таких социальных вопросах, то это явно будет внутреннее напряжение в калициях, которого можно было бы избежать, если бы Дума состояла из трех центров, а не из двух. Ну, посмотрим, как мы будем движаться на работы, потому что я сейчас уверен, что у нас получится работать по-другому, как в прежней Рижской Думе. И да, вы упомянули, что мы хотим сотрудничать с калицией. Наши партнеры, как вы уже слышали, сделали какой-то такой реверс, и передумали проективно, и наш объединенный список будет продолжать это мышление, что с оппозиции надо сотрудничать, и посмотрим. Ну, знаете, вот такие темы, которые вы сказали, прайды и так далее, это, ну, не тема, которую надо решать самоуправление, это в такой свободной государстве, в свободном городе, люди могут собираться, хочет ли они или не хочет идти, но, например, то же самое согласие никогда в этих мероприятиях не поддерживало, не участвовало, это так, ну, во всем мире социал-демократы это движение поддерживает, солидарны с этим, но мы видим, что в Латвии социал-демократы, которые себя называют согласием, тоже консервативные очень. Консервативные социал-демократы. Да, это консервативные социал-демократы, которые тоже очень-то не можем понять эту идеологию, которую они от себя представляют. Например, список Бурова, но будем откровенны, они очень такие правые в своих вмешлениях, да, там и по вопросам религии, и по вопросам, и по шуму, да, которые... Да, недвижимость, собственность, собственность, да, спасибо. Они очень правы, и поэтому так легко разделить людей про идеологию очень-очень трудно. Да, и мы в ситуации, сейчас в Риге тоже в той же ситуации, что, да, мы за выборами, нас питались в нашем списке, спрашивают, пойдете ли вы вместе с Буровым, и пойдете вы вместе с согласием, можете вы показать какие-то красные черты. До выборов мы единственные, которые эти красные черты не показывали, но сейчас после выборов мы можем откровенно сказать, что рижане дали мандат новой думе делать политику другое, как она была до этого. Мы видим, что прежние партии, которые были, которым был и мэр, и вице-мэр, они в этих выборах, скажем откровенно, проиграли, да, и это очень большой мандат, чтобы изменения были. Ну, кто-то скажет проиграли, а кто-то скажет заняли второе место. Ну, посмотрим, что сами партии говорят, мы видим, что сейчас творится в своем согласии, но видно, что они не радуются этим своим местам. Потому что они не понимали, что не смогут организовать коалицию. Ну, напоминаю, телефон прямого эфира 67-212-93-9, 67-213-93-9, у нас в студии избранный депутат Рижской думы, Мартин Шкосович от Объединенного списка для развития за прогрессивные. Поговорим тогда о работе в Рижской думе. Понятно, что сейчас это очень предварительные разговоры, пока даже ЦИК еще официально не зарегистрировал результат, потому что есть вопросы к некоторым голосам, к некоторым участкам. Но уже идут переговоры, известно, что на мэра выдвигается господин Стакис. Не очень пока еще понятно количество вице-мэров, но в любом случае из всех слухов и каких-то комментариев, которые я видел, нигде не упоминалось, что хотя бы одним из вице-мэров будет кто-то от прогрессивных. Что прогрессивная часть списка получит в ведомство? Я не знаю, какие должности вы ожидаете, если об этом можно говорить? Да, можно говорить, можем говорить откровенно, потому что уже в пятницу мы все партии, которые будут новой кольюцией, подпишут договор, этот договор уже до последнего пункта претезаем, и сейчас просто ждем, когда суд разрешит нам начать работу. Мы просто хотим быть корректным, еще публично это очень громко не говорить, потому что увидим, как может быть, какое будет решение. Но у вас право, у вас правильная информация, что прогрессивные в этих выборах, после выборок не будут хотеть какие-то там на себя ордены вешать, или какое-то достоинство, мы не хотим репрезентивные такие позиции занять, например, вице-мэров. Мы до выборов сказали, что наши главные темы на этих выборах, это пункт один, это социальные вопросы, и пункт второй, это политика домов Риги и окружающей среды. Спасибо, окружающей среды. И после выборов мы тоже самое говорили, что это те комитеты, которые мы хотим руководить. Мы знаем, что в Риге это называется комитет, это управление, которое эти темы держит и развивает политику. И один из самых лучших, мне кажется, социальных экспертов в Латвии, Веструс Кленберс, который является прогрессивной партией, мы его движим на позицию ответственной на социальной политике. И очень новый лидер, зеленый лидер в Латвии, который тоже является членом партии прогрессивной, Эдмунд Сепаритс, мы его будем выдвигать на позицию окружающей среды и политики домов Рижской Думы. И наш совместный список фракции тоже смотрит очень как позицию, которая будет отвечать за образование Риги. Мы будем там выдвигать своего представителя. И если вы раньше задали вопрос о консервативной национальной политике, то в этой области такую политику мы не будем вести. Это такой знак, чтобы наш избиратель понял, что эта отрасль для нас очень важна тоже. Что вы имеете в виду не вести консервативную политику в образовании конкретно? Особенно учитывая, что это уровень самоуправления, а не государственный. Ну, это много вопросов. Мы хотим делать так, чтобы Рига была, как я уже сказал с первого слова сегодня, что мы видим, что Рига для всех рижан. Во-первых, наша тема в этом комитете не будет только о языковом вопросе. Не знаю, почему в Латвии очень мало думают люди о качестве призывания, о зарплате учителей, зарплате детских садов. Мы видим, что разговоры в коалиции сейчас идут, если мы только начинаем говорить об образовании, это значит говорить только о одной теме. В какой среде будут учиться наши дети? В русской речи будут учить или латышскую? Мы видим, что это вопрос не так широко. Мы видим, что за этими темами все время очень хорошо политикам спрятаться и не видеть большие вопросы. Вообще, есть ли предпродаватели в детских садах, которые могут хвалидно предпродавать предметы на обе языка? И мы, конечно, хотели бы, чтобы все, которые работали, не было такой дефицита, например, в детских садах предпринимать, извиняюсь, сколотаев. Учителей. И мы видим наше обещание от первого дня, и мы его не меняем, что это будет то, что мы будем обещание исполнять. Спасибо. И повисать зарплаты, начиная уже думать от следующего года. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после чего вернемся в студию. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Продолжается программа «Разворот» в эфире радио «Болтком». Артем Липин ее ведет, звукорежиссер Евгений Копеин, и в гостях представитель партии «Прогрессивный» Мартин Шкосович, будущий депутат Рижской думы, если, конечно, цик сегодня или завтра что-нибудь не решит неожиданного, но пока вроде все. Я видел ваши звонки, к сожалению, у нас шоу разговор не мог принять, но 67-212-93-9, 67-213-93-9, звоните, задавайте вопросы, по возможности будем принимать уже до конца. Мы тут закончили до рекламы об образовании, и вы все правильно говорите о том, что это важно смотреть не только о языке, но и о качестве и так далее, но со стороны кажется, что у самоуправления, кроме повышения зарплат, нет другого инструмента, как повлиять на качество образования, потому что, в принципе, это все-таки скорее национальный вопрос на министерство образования. Или я не прав, есть какие-то другие рычаги? Ну, можем уточнить, если не хотят ничего делать, тогда самоуправление ничего не может делать. Но если хотим что-то сделать, тогда это возможно. Ну, во-первых, да, это вопрос о зарплатах. Мы видим, что в детских садах предприниматели получают одну из самых маленьких зарплат вообще в Латвии. Мы в Риге платят своим учителям в детских садах около уровня, как получают люди в Краслове. И мы знаем, что жить в Риге – это не так уж дешево. Это, во-первых, зарплата, но зарплата в себя… Там не только… Это можем сразу ставить знак, это значит сразу, что это и качество какое будет для наших детей. Но что более качественного числя будут выбирать Ригу, нежели другие города? Ну, второй вопрос – это, конечно, очереди, которые очень большие. Сейчас в Риге, в детских садах около 2000 новых детей не может попасть в детских садиках. Это второй пункт, который очень долго… А как его решить, если нет преподавателей, и они не могут появиться просто так из ниоткуда? Это все равно несколько лет должно на это уйти. Как эти очереди, они получаются? Нельзя эту проблему решить? Да, но это, во-первых, учителя, во-вторых, мы уже до выборов сказали, что надо начать сотрудничать с Ригой с университетами, которые подготовят этих специалистов. Мы видим, что не хватает новых специалистов, и Рига может здесь быть солидарна с университетами, и смотреть, можешь дать какое-то свое финансирование и для этих позиций. Третье такое, куда мы можем смотреть, это уровень, где этим новым специалистам жить в Риге. Жить в Риге с каждым годом становится элитарнее и элитарнее, и новые специалисты во всех отраслях не могут себе позволить жить в Риге. И в Риге уже 30 лет такого политика, домов, политиков вообще не было. Жива не было, и это все может делать самоуправление. Это не только надо ждать от государства. Еще одна сфера, о которой вы говорили, это сфера окружающей среды. Не только вы, очень многие списки, очень многие партии, видимо, становятся новые моды, это зеленые, мы за зеленую, за экологичную Ригу и так далее, что, конечно, прекрасно и только поддерживается, но вопрос тогда состоит в том, как это реализовать. Потому что есть несколько решений, можно озеленять дороги, ставить там деревья рядом, можно сделать такие зеленые зоны, условно говоря, но при этом вот у нас была зеленая зона, преснопамятный парк Марс, который, велопарк Марс, который в ближайшее время, судя по всему, перестанет быть зеленой зоной, но деревья уже, по крайней мере, спилены. В общем, что вы предполагаете в плане окружающей среды сделать в Риге? Ну, вы правильно говорили, что очень многие партии сейчас модно говорят о зеленой среде, но это понятие о зеленой среде, это очень как попсовое, можно сказать. Один говорит, что будет миллионов дерев, дерев обещает в ближайшие годы посадить, другие говорят, что каждый, который новый рижанин родится в Риге, ему посадят дерево. Но мы видим этот вопрос глубже. Мы смотрим, что Рига может, говоря о зеленой природе, сделать очень большие такие ценные цели. Цели, да. И наша цель, чтобы Рига стала первой в Балтике, первый город, который был климат нейтральный. Это значит не только, что мы думаем и заботимся, не знаю, там, о белых медведях, да, или каких-то таких других, это значит, что для каждого жителя Рига надо стать зеленой. Например, как себя будет везти Рига с нам парвалник? Будем мы ремонтировать наши дома, чтобы тепло не вышло от наших домов? Что мы будем делать с Ригой с Сатексмей? Будем мы делать улицу Бриви, Басичака и Валдемара, как шоссе, или будем думать, чтобы рижане больше использовали общественный транспорт, и свои машины оставили бы дома? Да, это очень много программ, которые мы видим, что новая Рижская дума, если мы будем руководить ее, мы будем сделать такую большую цель в будущее, что мы будем, хотим Ригу сделать зеленой, но это значит для жителя не только дерево, на улице Терба, на Бриви, Бас, это значит и поменьше счета от Рига с нам парвалникс, побыстрее общественный транспорт, побольше полос, по которым может ездить общественный транспорт, побольше места, где людям, пешеходам идти, как, например, было Терба с улицы в этом летом, побольше, конечно, места для велосипедистов. Это все означает, что мы можем движиться на нашу цель. И еще очень много говорят люди, что зеленая политика – это очень дорогая политика. Мы хотим сказать, что не зеленая политика очень дорогая. Мы знаем, что в Риге в этот год, в эти дни живет очень много людей, которым канализации нет дома, они идут за домом. Мы знаем, что нет нормального отопления для многих Рижан, и они своими печками топят свою квартиру. Мы видим, что все Рижане, если мы поможем этим людям, которые беднее живут, то и мы, остальные Рижане, будем жить в зеленой среде. У нас был телефонный звонок. Я прошу вас перезвонить еще раз, и мы сейчас его обязательно примем, если, конечно, не начнем снова говорить, потому что никто опять… Как-то звонят во время, в середине разговоров. По поводу зеленой политики. Просто мы знаем, что был план развития Риги на ближайшие 7 лет с 2013 по 2020 год. И там, как известно, опять-таки… Давайте вот примем звонок, пока я не задал до конца вопроса, потом вернемся к этой теме. Да, здравствуйте. Здравствуйте. К вашему гостю шел разговор на шаг детских садиков. Рижской думы есть зарезервированная земля, около гектара, по-моему. Адрес ее ШУТУВС-10. Она именно для детского садика. Вместо того, чтобы тратить деньги на какие-то непонятные вещи, в Риге не хватает детских садиков, включающих и этот… Как вы смотрите, если… Вы можете записать этот адрес, и это в районе улицы Баускас. В этом районе тоже не хватает садиков. Я это знаю по… Так как в этом районе живой, знаю эту ситуацию. И обратите внимание, да, это именно зарезервировано для детских садиков. И почему-то за 10 лет никто не пытался его строить. То есть деньги распозвалили туда-сюда, а земля есть. Рано или поздно ее могут налево пустить. Спасибо, извините, что я вас прервал. Просто время тоже ограничено, но вопрос понятен. Есть ли что-то прокомментировать? Да, спасибо, я уже записал. Шаутовец Десмет, район улицы Баускас. Но я знаю, что в этом микрорайоне тоже не хватает детских садов. Так же, как очень большая проблема и детских садов в центре города. Но мы знаем, что про центр говорят, что это проблема, потому что люди от микрорайонов просто сами едут в центры и хотят оставить своих детей в центре города. И надо, как господин говорил, надо посмотреть, какие земли еще остались. Спасибо, будем смотреть. Я записал, что есть на этом участке площадь, где можем делать детский сад. Но скажу откровенно, что прежняя Рыжская дума очень умела и хотела очень много строить новых зданий и так далее. Мы, как социал-демократы, как прогрессивные, видим, что есть очень много помещений, которые сейчас будут очень пустые. То же самое школы, которые сейчас объединяются. И очень много мест будет и там смотреть. Не надо очень много все время строить новое. Мы можем посмотреть то, что в нашем Риге есть, и подумать, не можем мы это перестроить. Да, ну ладно, я все-таки спрошу, раз мы говорим про перестроить. Ваша позиция по поводу уже упомянутого велопарка Марс? Потому что я видел даже в соцсетях какие-то комментарии, что вот ВОО только выбрали у нас, это потому что произошло буквально подряд, что вот вроде как победили у нас, значит, либералы, социал-демократы. И вот при этом происходит такая несправедливость, по мнению многих, что вот вырубает такая зеленая зона. Хотя много где можно построить службы госбезопасности себе, или использовать уже здания, которые пустуют, или построить в других местах. В общем, а какой-то такой, ну, по крайней мере, я не видел такого большого высказывания ни от господина Стайкица, ни в принципе от объединения ваших партий. Вот сейчас, может быть, какое мнение по поводу того, что произошло? Да, у вас правда, правильно говорить, что в последующем дне после выборов, в понедельник, в 9 утра, начали пилить так называемое дерево на Марса парка. Это был очень-очень циничный шаг. И я был в 9 утра там у парка, в Тейке, потому что просто я сам живу в Тейке. И, ну, будем откровенны, наверное, этот шаг был циничный, просто показывая свою такую власть, что делать это в следующем дне. Но у нас еще не было мандатов, еще нет мандатов депутатов, чтобы как-то бы помещать. А циничный шаг со стороны кого? Ну, наш прогрессивный считает, что это шаг господина Рейрса, который является руководителем, министр финансов, руководителем Валс Некреста Маймипишуны. И мы публично к нему обращились и спрашивали, чтобы он объяснил эту ситуацию, почему так долго до выборов никаких шагов не было. А в следующем дне сразу появились люди, которые начали пилить этот парк. Но мы видим, что, наверное, это было одной партией, они хотели отложить это после выборов, и это сделали после выборов. Но, наверное, этот бой уже был проигран в весне, когда Сэйм проголосовал, что там будет здание, и можно делать то, что они сделали. Но мы договорились с мэром будущим, Мартином Стакисом, что мы жителям Тейки отдадим этот долг. И мы уже сейчас говорим с Тейка с Апкаемем, который тоже сэлый инновансовый руководитель, будет новой Рижской думе, что, может быть, где сейчас есть битерник, у меня ж мэрли мэш, то это будет такое публичное место, где мы могли сделать для Тейки, для людей Тейки такое место, где мы могли бы отдохнуть, и мы будем с общинами, с тейками, с жителями тейками решать этот вопрос, как мы можем отдать долг, то, что сделали предыдущая власть. Я на всякий случай для слушателей уточню, что господин Рейерс является членом партии «Новое единство», второй по силе партии в коалиции Рижской думы грядущей, что, наверное, тоже будет интересным акцентом в ваших отношениях. Ну да, но вообще-то там акценты, я думаю, что будет много, потому что прогрессивные в национальной политике ни в кабинет министров не входят, и в прогрессивных очень многие такие решения в нашем правительстве, что сейчас, например, налоговая политика будет, как мы видим, сейчас не прогрессивная, но регрессивная, те, которые получают меньше, опять будут платить больше, а богатые будут платить меньше налогов в Латвии, там будут позиции прогрессивных, но не такие дружелюбные, как в Рижской думе, поэтому надо так привыкнуть, что прогрессивные в правительстве, а в правительстве мы будем большой оппозиции, но в Риге мы будем сотрудничествовать. А, даже так, то есть вы предполагаете такую ситуацию, что если вы пройдете в Сейм, то у нас будет такая странная ситуация, что в Рижской думе вы в коалиции, а в Сейме вы в оппозиции. Я не знаю, я надеюсь, что мы пройдем в Сейм, и избиратель будет на нас голосовать, но в эти дни, эти месяцы, до выбора в Сейме, мы будем, конечно, такой строгой оппозицией тем, что будет неправильно делать господин Скаринч, и его я унавену от тебя. Интересно. Возвращаясь назад к моему вопросу, мы знаем, да, вот этот план был, план по Риге, по благоустройству, где главными считались пешеходы, потом на втором месте были велосипедисты, на третьем месте общественный транспорт, и только на четвертом уже водители с машинами. При этом у нас были несколько костей там общественных деятелей, и там город для людей и так далее, которые все в один голос говорили, что на бумаге это одно, а реализуется совсем по-другому, в том числе, опять-таки, улица Чако, которая перестраивалась больше раз, чем распускалась Рижская дума, где увеличивается как раз-таки полотно для машин, а пешеходные дорожки уменьшаются, велодорожек не планируется, по крайней мере, на данный момент. Как избежать этого, что на бумаге все красиво, а на деле, как обычно? Знаете, эта проблема видна на улице Бриви и Басичака, как вы говорили, но начало этой проблемы то, что предыдущая власть делала планы, сама их подтвердила и потом реализировала, а с обществом так и не говорила. Задав вопрос, вы сказали, Пилса, это целая организация, это очень хорошие, такие активные люди, которые видят Ригу по-другому, как предыдущая власть. Мы видим, что с обществом надо говорить, и это наша первая задача уже нового созыва, что мы хотим сделать такой консультативный собор, если можно сказать, людей из некоторых, множества организаций, и Пилса, и Цилвак, и людей, которые с инвалидентом, и культурных всяких обществ, которые прежде мы сделаем выбор и скажем, что будем делать такие и такие работы, мы будем концентрироваться с людьми. Я сговорил с некоторыми журналистами, они говорили, что предыдущая власть в последние годы, они даже не могли поймать, и в Рижской думе побольше оператор мог бы снять уходящего Нилуша, который спрятывался по коридорам, не его лицо, да. Я вижу, что это и проблема потом видна на улицах, что политики не хотят общаться с обществом, они думают, что они умнее всех, и делают так, как они думают надо. Но если мы будем общаться, если мы будем услышать, что говорит общество, то такие улицы Бриви, Басичак и такие Марсопарки, надеюсь, больше не будет. Ну, я просто вот слушаю вас, и я не могу не вспоминать, когда в 2009 году партия Согласия впервые пришла к власти в Рижской думе и говорила что-то похожее, и, ну, будем честны, несмотря на там последние годы полный скандалов и непопулярных решений, неплохих отношений и с избирателями внутри, и так далее, и так далее, нельзя не признать того, что партия Согласия и через служить в Риге, их коалиция, она многое сделала для Риги, и для популяризации Риги как города европейского, и очень много было в первые годы сделано тех же велодорожек и так далее, в общем, много хороших вещей было в начале, а потом с годами все, я такой, можно уже к окончанию, даже философский вопрос задам, как вы планируете этого избежать, как можно ли вообще этого избежать, и, что называется, убив дракона, не стать драконом самому? Ну да, это Араганс появился где-то в пятом-шестом году, когда Ушакол начал делать всякие такие, даже скажу, репрессии, да, и я очень надеюсь, что такое больше не случится, но, конечно, надеяться только на это нельзя, обществу надо быть смелым, мудрым, мы пробуем делать прогрессивно и пробуем делать политику своими руками, мы, не знаю, все решения, которые принимаем, мы чувствуем, такое очень, я как один из ведущих человек, чувствует каждый день критику своих партий, членов, которые тоже очень активны, я приглашаю всех становиться политически активнее, идти в партиях, не только в прогрессивных, если вам не нравится, идите в других партиях, и не разрешайте так быть такими, какие стали другие политики, просто надо критиковать, надо приходить, мы, например, делаем в своей партии такие внутренние референдумы по большими вопросами, например, тоже по вопросу идти на выборы вместе или отдельно, мы делали референдум, 80% дали нам мадат, что мы можем идти вместе, это тот путь, который надо идти политикам, чтобы они каждый день не просто в кабинетах решений приняли, но и шли к концу, и говорили с обществом, с членами партий, с организациями и так далее, это тот путь. Давайте мы еще успеем, я думаю, один вопрос принять, если он будет короткий. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. У меня такой вопрос. Искусственно парализовали работу Рига Снамо Парловник. И вот 8 месяцев предусмотрено по плану капремонта 2020 года, работа эта не производится по жилым домам. Не могут сделать ни заказы, ни конкурс, когда возобновят работы по капремонту. Осталось 4 месяца. Спасибо. Очень конкретный вопрос. Да, Рига Снамо Парловник, это тоже притча в языцах, конечно. Это очень такое... Во-первых, мы обещаем, что Рига Снамо Парловник не будет приватизирован. Некоторые партии, мне кажется, и предыдущая власть довела предприятие в такой ситуации, что она просто работала очень плохо. Люди платили деньги, не зная о чем. Я извиняюсь, что я не смогу ответить очень точно о ремонтных работах, но что я хочу, очень важно сказать, что то, что сейчас сделал Рига Снамо Парловник, выслая письма жителям, что, возможно, не будет подключено тепло, мы переговорили этот вопрос, нам еще нет мандатов, но мы переговорили с госпожой Залпетерой, которая является испилдиректором Рижки, и она обещала нам, мы будем следить, что эти анкеты, которые люди получили, этих анкет не надо. То есть тепло будет. Да, и тепло будет. Это наша первая проверка, я понимаю, очень такое неудачное время, когда начать работу, это осень, но это наша первая проверка, и тепло будет. О ремонтах будем говорить чуть-чуть попозже. Ну да, это такой, к сожалению, наше время заканчивается, вот к концу разговора начали активно звонить люди, но, к сожалению, уже мы не можем принять ваши звонки, но будем надеяться, что еще у нас и господин Косович к нам придет, и в принципе представители прогрессивных и правительственной коалиции в Рижской думе к нам придут. Сегодня в развороте в гостях был избран депутат Рижской думы от объединенного списка для развития за прогрессивный Мартин Косович. Разворот провел Артем Либин, звукорежиссер Евгений Копеин. Я напомню, что после новостей у нас будет полуторачасовое интервью с российским публицистом, литературным критиком, протеереем Русской Православной Церкви Владимиром Вигелянским, поэтому не переключайтесь, слушайтесь. Спасибо за внимание.